Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не четвертая, да? Законодатели напомнили дачникам, что заряд нарушений можно получить административный штраф Получи заряд нарушений на нашей дискотеке Ну извините Я тебе напомню, что у дачников уже начался дачный сезон Поэтому им вообще сейчас плевать на какие-либо нарушения Они все это уже не слушают Кать, у них пелена перед глазами Они уже загрузили жигули и нивы рассадой И несутся в сторону дачи У них все в расфокусе абсолютно вокруг Только грядки, только хардкор А почему ты думаешь, что на дачу ездят только, чтобы грядки полоть? Ну, по опыту моих знакомых Люди ездят в основном на дачу, чтобы грядки полоть Нет, ездят, чтобы Жарить шашлык Да, но ты пока пожаришь шашлык Сначала надо все посадить, вскопать Сначала надо разжечь угли Кать, ну видишь, ты и по верхам знаешь мир дачи Ты приезжаешь туда Я неправда, неправда Давай, давай, хорошо Я в детстве свое отполола все уже Все отполола? Ну, молодец За строительство незаконных построек на дачных участках Физическим лицам грозит штраф до 5000 рублей А должностным лицам до миллиона То есть, если ты построил филиал мэрии у себя на участке То ты платишь миллион Это так себе идея Ну, 5000 рублей, слушай, за небольшую незаконную постройку Слушай, а вот сколько, ну, допустим, выписали мне штраф А завтра она у меня снова стоит, это по сроку Опять 5000 платить? Каждый день 5000 Как в средней руке отеля, понимаешь? Но в целом, на самом деле, все реально рванули на дачи Самое правильное решение, которое можно принять, если у тебя есть дача Продать дачу Почему нет? Я уже в том возрасте, когда вот если бы у меня была дача Я бы туда розмаринчик бы посеяла Ты это себе представляешь, как в веселой ферме ВК Потому что ты две кнопки нажал и засеял розмаринчик А привезти 7 камазов земли, а завезти песок Да не надо 7 камазов Там сейчас можно вообще Конечно не надо, просто так бросил горсть земли Само заколосилось Так же дача работает? Там и сейчас продаются специальные вот такие вот Как это называется, цветы выращивают? Как это? Клумбы? Нет Горшки? Горшок Значит, бери Уровень дачника Горшок Дальше, следующий вопрос Короче, есть специальные семена Сажаешь в этот горшок, ну там семечку Садишь, правильно говорить Если ты дачник Хорошо И вырастает куст, один помидор На ней маленькие помидорки черри Собирай сколько Это не так сейчас Да конечно, это час-два вообще Сейчас технологии очень далеко ускакали А можно просто нашептать в грядку Хочу очень много лука И он сходит к вечеру Ну по твоей логике примерно так это и работает Все это тяжелый труд Если бы у меня была дача, я бы себе вот такую вот грядочку сделала Мне бы вот так хватило Это могила называется, Кать Вот такая вот грядочка, понимаешь? Что это за дача такая? И заборчик бы невысокий сделал И обозначила, что здесь я Такой, ну небольшой прямоугольной плитой Вот и все Было бы очень красиво И годы жизни укропа написала бы На этой даче Стройнь постучи Давай До свидания Давай к зрителям обратимся Давайте Напишите, что вы делаете на вашей даче Что вы делаете на вашей даче? Ну вот маленькая грядочка, укропчик и шашлык Да, именно так дача в подавляющем большинстве и выглядит Шезлонг еще, чтобы загорать И шастунг еще там рядом, да Так, есть еще какие-то новости? Конечно Новое явление на рынке труда Зумеры Это те, кто молодежь Не возвращаются на работу после обеда Ну понятно, они сидят там реп слушают, пепси пьют Да Конечно Вдарит им в голову таталата свое на миндальном Молодые сотрудники не хотят взваливать на себя слишком много ответственности И выполнять непривлекательные задачи Странно, почему? Большая часть молодежи мечтает выполнять непривлекательные задачи 24 часа в сутки Поэтому легко покидают рабочее место, не думая об увольнении Такие побеги назвали гостинг Гостинг, то есть призрак То есть ты сидишь, сидишь, тебе все надоело Ты медленно-медленно бледнешь и таешь в воздухе посреди опыт А не от слова гости Пришел, посидел, ушел Но вряд ли, если слово как бы англицизмом является Потому что русское слово гостинг Гостинг Мы в гостинг идем Будет там, значит, бухакинг у нас займемся Бухакеры, потому что мы профессиональные И оливьешингом потом все это полирнем Вот с этим гостингом столкнулась четверть российских работодателей 25% Получается, да, четверть это где-то так Чаще всего зумеры убегают перед сдачей проекта Или в первый рабочий день Вообще это прикольно Это люди, которые вообще не понимают, как функционирует жизнь То есть ты прошел собеседование, устроился, сел за ноутбук, сидишь, обед Ушел и забыл вообще про то, что ты там был Бабочка побежала Погода же хорошая, бабочка побежала О, какая натоптали, кто тут бабочки, наверное Ну ладно, если так с работы ушел продавец Ну не купила ты батон хлеба А если хирург Ты лежишь, понимаешь, у тебя весь внутренний мир Не мое Я буду рисовать, наверное Все, краску возьму, как раз красная Все, пойду, буду делать пейзажи Или водитель автобуса Водитель автобуса просто на светофоре вышел, ушел и дома уже А, кстати, было таких пару новостей Пу-пу-пу опаздываю И было таких пару новостей Да, реально, водитель автобуса Давно ушел просто с работы? Да, да, да Хорошо, что роботы скоро всех заменят на самом деле Надо понимать таким зуммерам недобросовестным, что если они все будут убегать и все будут такими, как они, то и убегать им скоро будет некуда Да, нужно ответственно подходить к своим обязанностям рабочим Так что досмотрите выпуск и вернитесь к работе, ребята Да, а вы, работодатель, что-нибудь похитрее придумать, привяжите их, я не знаю Да, пускай металлические ставни падают во всем офисе И все, и открываются только в 8 вечера Отвидел видео, как в Китае нейросеть отслеживает работников? Женщина сидит, значит, за компьютером У нее там зелененькое, значит, поле Она только встала, пошла до кулера воды налить У нее красный, типа, она не работает Ну, это на самом деле, это не совсем так работает Это не совсем такая система Просто это не то, чтобы они прям контролируют, чтобы она сидела на рабочем месте Так раздули уже блогеры Потому что вообще она просто выходит как бы из поля зрения одной камеры и переходит в поле зрения другой И все, это просто контроль вообще того, что она делает на работе и что она там находится Это просто умное зрение То есть это не то, что она встала со стула и все, теперь на 7 юаней меньше Не-не-не, это не так Должна не останется Да Перейдем к следующей новости Владимир Путин поручил возродить советский конкурс «А ну-ка, девушки!» Слушай, а может быть в соответствии с современными тенденциями снимать его в японском ресторане и назвать его «Тануки-девушки»? Понимаешь, собираются девушки, делают заказы. У кого счет больше, то выиграют. Это надо не в Тануке, а на Патриках где-нибудь. Ну, тогда не ложится каламбур, к сожалению. Понимаешь, нельзя на Патриках. «Танука-девушки». Идея возродить в масштабах всей страны конкурс предложили президенту во время его визита на «Уралвагонзавод». Ну, логично, в Нижнем Тайгиле. Очень логично, потому что не говорят, ребята, ну хочется посмотреть на красивых девушек, у нас суровая работа. Дайте нам какой-то большой конкурс мастерства. Ну, так «А ну-ка, девушки» — это же изначально конкурс профессионалов женщин. Да, девушек, которые работали в разных профессиях. Поручение с рекомендацией о проведении легендарного конкурса из СССР размещено на портале Кремля. Конкурс «А ну-ка, девушки» проводился с 1970 по 1987 год и показывали в эфире Центрального телевидения. Да, было такое. Участницы программы, отобранные по профессиональному признаку, боролись за звание лучшей в профессии, а также участвовали в других конкурсах. Ну, на самом деле, крутая была программа. Ты же смотрела, конечно, «А ну-ка, девушки». Да, я как раз вот в 70-м смотрела. Да? Первый выпуск. Ну, ты была под большим впечатлением. Ты даже решила потом родиться попозже на всяких случаях. Давай посмотрим, как выглядела заставка программы. Давай. Ну, все очень красиво. Можно перепутать с командой КВН «Раисы», правда, но тем не менее. Посмотри, там кусок огромного сыра справа, рояль стоит, игрушки. Цветы. Цветы. Очень крутая была передача. Ее же вел Масляков, между прочим. Да? Да. Это была программа, которая вел Масляков. Теперь, видимо, Хрусталев. Или Пейдж. Ну, потому что преемственность во всех проектах Маслякова должна быть именно такой. Кстати, наконец-то, кроме поля чудес, Кать, появится хоть еще одна передача, где могут участвовать обычные люди. Просто обычные. Не звезды, не те, у кого запойные соседи, не те, у кого 45 детей, не те, кто забеременел в 97 лет. Ну, как придято вообще на федеральных каналах, понимаешь? Все, кто не подходит для мужского и женского, то есть нормальные люди, могут сниматься в шоу «А ну-ка, девушки». Можно еще с «Давай поженимся» туда невест пригонять. «А ну-ка, девушки, давай поженимся», представляешь? Да. О. А, вот это передача. Вот это длинное название. Классно. Слушай, ну а с другой стороны, вот как? Вот сейчас же все девушки, там, коучи, блогеры, психологини, вот эти вот все. Ну, это тоже профессиональные сообщества. Да, хорошо. А как будут соревноваться коучи между собой? Ну, кто кого переболтает, что нормальная схема. Кто проиграл, того в СИЗО. Ну, как с коучами и происходит в основном. Смотри, а у нас еще есть ноготочницы, ресничницы, копейщицы, вязальщицы, мыловарщицы, свечелетейщицы, торологи, нумерологи. И это пока только те, кто в декрете, я перечислил. А сколько еще профессий? Торологи еще столько зарабатывают вообще. Торологи, астрологи. Сейчас же ретроградная Меркурия идет. Да? По какому каналу? Нет. Я просто не смотрю. Ну, я читаю новости в новостях, представляю, ретроградная Меркурия, солнечное затмение, лунное затмение, какой-то коридор затмений. Ты на каких порталах вообще новости читаешь, Кай? На порталах в другую вселенную? На всех. Ну, вот все, ретроградный Меркурий на сегодня, пожалуй, рабочий день закончен. Нет, ну сейчас официальная отмазка того, что что-то не получается, это ретроградный Меркурий. Так он все время ретроградный Меркурий, я как новости не открою, ретроградный Меркурий. Нет, со 2 апреля по 25. Со 2 апреля по 25 апреля в вашем городе, в ДК железнодорожный, сразу после ярмарки шуб выступление ретроградного Меркурия. Приходите. А ты знаешь, что в ретроградной Меркурии нельзя ничего нового начинать? Да? Да. А старое хотя бы можно закончить? Старое заканчивает только и пожалуйста. Ну вот только и продолжаем, значит, программу. А еще, а ну-ка парни, была такая тоже программа, но она прям недолго прожила. А ну-ка парни и а ну-ка девушки объединить, это я сейчас придумал Дом-2, получается. Так, давай дальше. А давай перейдем теперь к Блицу. Да елки-палки, опять Блиц, это опять тебя смешит. Ты так удивляешься, как раз, как будто ты за 5 лет не выучил, что у нас в конце программы Блиц. Ну хорошо, хорошо, давай, подавай мне новость, я тебе буду сейчас вот то, что накидал. В итальянском городе предлагают бесплатных коз всем, кто сможет их поймать. Могу всем зрителям, кстати, от себя предложить еще и золото и платину, если вы, конечно, сможете их добыть. Не понравилось, да, как? Ты или хочешь, чтобы тебе просто это дарили, добывать не хочешь. В итальянском городе предлагают бесплатных коз всем, кто сможет их поймать. Всем поймавшим мангал в подарок. О, отлично. Вот закольцевали с дачи, видишь как? Коза жареная. Коза жареная, ты че вообще, это мой парень. Так. В Москве свадебный банкет устроили прямо на автобусной остановке. Поэтому гостей каждые четыре минуты становилось все меньше и меньше. Уезжали. В Москве свадебный банкет устроили прямо на автобусной остановке. После торжества молодожены уехали в свадебные путешествия в Северное Чертаново на 53 маршруте. Пожалуйста. В Москве свадебный банкет устроили прямо на автобусной остановке. Голубей, которые запустили в небо в конце церемонии, в итоге приманили на те же самые семечки. Ну как хочешь, могла бы поржать. В Индии полиция обвинила крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков. Ну осталось только понять, кто конкретно в полиции крыса. Это было ожидаемо. Есть еще что-нибудь? Ну давай еще, давай. В Индии полиция обвинила крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков. Теперь в крысином мире есть не только крысиный король, но и крысиный барон. Это уже смешно. Это уже конечно. Давай, а есть еще? Давай. В Индии полиция обвинила крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков. В качестве доказательства полицейские указали на пританцовывающую крысу в гавайской рубашке и солнцезащитных очках. И нос в муке. Да. Давай прочитаем шутку от зрителя. А давай прочитаем шутку от зрителя, тем более она есть. В Кудрово мужчина купил аку, чтобы она защищала его парковочные места, пока он на работе. Роман Сергеевич вот такую написал добивку. Ну как купил? Просто в автосалоне сдачи не было. В Кудрово мужчина купил аку, чтобы она защищала его парковочные места, пока он на работе. От Лизы Пономаревой добивка. По тому же принципу мужчина в свое отсутствие оставлял с женой другого мужика. Обалдеть. Ужас. Это не факт, Катя. Это не новость. Это шут. Это гипербола. Преувеличение художественное. Фи, ничбол, осталось. Я понимаю, конечно, понимаю. В Кудрово мужчина купил аку, чтобы она защищала его парковочные места, пока он на работе. Вот шутка от Артема Николаева, 83-32. Работал мужик на севере вахтовым методом. Нехорошо. Нехорошо. Это тоже шутка, Катя. Это тоже не из ленты новостей. А нельзя осуждать этих людей. Нельзя осуждать выдуманные факты. Понимаешь? Хорошо. Мы не против выдуманного. Друзья, одну из этих новостей мы обязательно оставим в закрепленном комментарии под этим выпуском. Напишите свои версии шуток. И самые любопытные мы обязательно с Катей здесь расскажем. Ну, а на сегодня получается все. Все получается, Катя? Получается так. Получается так. Это было шоу «Известь». Только позитивные новости звучат здесь у нас. Мы увидимся буквально через несколько дней. Потому что в мире хороших историй должно становиться больше. Катя Гончаренко. Святослав Савченко. Все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!